Судейство Первый тайм мы играли очень хорошо в замену локомотива. После первого тайма вышел ЭДР, и я думаю, здесь нам было сложнее. Но мы быстро сделали свои замены, и тот же Лесовой, и тот же БК, и достаточно неплохо вошли в игру молодые игроки. И они усилили игру в атаке, мы начали выбегать. Не хватило нам точности в исполнении, когда мы проводили свои атаки. При счете равном, когда было мячающим. Но два быстрых гола. Первый, конечно, это беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника. Я надеюсь, вы все видели. Но получают карточку Мирзов почему-то. А вот локомотива. Ну а там второй беспредел, где конкретно Лесового просто загоняют, как мне показалось. Не показалось, а напомню, хоккей, да, когда в борт вбивают игрока. Вот так было по отношению к Лесовому. Лесовому. Вы также это все видели. Поэтому, ну что говорить. Я уже все сказал. Мне жалко наших болельщиков, которые постоянно приезжают. И в Москву, и со Спартаком. Было их достаточно и сейчас. Очень хорошо нас поддерживали. Огромное им спасибо. Мы все, что могли, делали. Вниз достаточно сложно эту игру. И, как вы правильно заметили, два дня у нас было только на подготовку. Но ребята проявили характер. Тот же Лесовой Букаев имели прекрасный момент. Сыграл удачно. Ну, можно, конечно, сказать, выручил Гильермен. Плюс у нас еще был неплохой момент головой. Не попался ворот Ожегович. Но мы играли, старались забиться. Это самое главное. Я думаю, что та игра, которая сейчас есть в команде, она однозначно будет еще улучшаться. Да, у нас был брак передач. Это в первую очередь. Мы выигрываем мяч. И идут ошибки от наших игроков. И мы никак не можем выйти в атаку. Вот именно с этим я связываю замены, которые я сделал. Вот. Поэтому, вот это самое главное. Всегда, когда команда защищается или прессингует, выигрывает мяч, конечно, нужно его сохранить. Нужно первые две-три передачи отдать точно. Сыграть с дриблингом, обыграть игрока, выйти на свободное пространство. Вот нам это удавалось в первом тайме. В большей степени, хотя тоже были ошибки. В втором тайме, вот в начале, второго тайма, вот мы сделали эти ошибки. Но, опять же говорю, мы тогда не пропустили, не было таких явных моментов. Да, может быть, игра чуть переместилась больше на наше поле, в связи с этими ошибками. Я думаю, любая команда, давайте возьмем локомотив. Нет такой целостной игры, да, чтобы два тайма команда играла или какое-то определенное время, вот именно так, что без ошибок, с давлением, полностью, можно сказать, уничтожает соперник. Да, есть определенные спады в первом тайме, во втором тайме. Но, опять же, говорю, что все очень многое зависит, конечно же, от команды, как она будет играть и не терять мячик при выходе в атаку. Если вы говорите про системность, ну, я не могу сказать, что мои функционально были слабее даже на протяжении 90 минут локомотива. Есть тонкости, нюансы, ну и, конечно же, судья. Понимаете, всем понятно, о чем он говорит. Вы же сами все это видите.